Меня зовут Михаил Квасников, я второй механик, являюсь вторым механиком на танкерах большинство, мой опыт. Я владею автором и веду канал на YouTube по названию Adventure Story. Здесь вы можете видеть тоже официальную страницу. И еще у меня есть диплом с Тормеха, конечно, в том числе. Очень спасибо Education Marine, что дает такую возможность. Сделать презентацию и поделиться своим опытом на тему Purifiers, как наш день сегодня пройдет. На тему Purifiers, и у нас еще будет про Oil WS, Oil Water Separator. Ну, давайте насчет Purifier. Пожалуйста, разговаривайте, пишите, задавайте вопросы, это очень важно. Будет очень интересно иметь коммуникацию двухстороннюю. Вижу здесь третьи механики, четвертые механики, даже вторые. Очень интересно, будет очень всем интересно. Кадет, электрон даже зашел. Молодцы, молодцы ребята, спасибо, что поддержали. И для электронов тоже, думаю, очень-очень будет важно знать некоторые темы. Давайте уже оставим телефоны, все остальные занятия наши, и дадим такой вот более... Более обрати внимание на то, что мы будем сегодня это вести. Будьте адекватны. Конечно, это было сделано, чтобы максимально поделиться информацией с вами, максимально поделиться знаниями. Опыт вообще был собранный в течение восьми лет. Без электрона никуда, да, это правда тоже. Немножко давайте пройдем на наши темы, о которых будем сегодня говорить. И сегодня мы затронем вот эти вот темы, вот эти вот пункты. Это будет входить в конструкцию и принципы работы сепараторов, нюансы обслуживания сепараторов от разных производителей. Это будет в том числе Mitsubishi, Alphalaval и Pesfalia. И, конечно, мы поговорим немножко о траблшутинге и реальный опыт поломок их решения. Давайте немножко глянем в чат. Как с ними работать? Они же просто для красоты стоят. Иногда бывает и такое, да, бывают и такие случаи. Можно поделиться с хорошими историями, когда они стояли реально для красоты. Ну, давайте посмотрим сама конструкция, с чего она состоит, в принципе работы. Все мы знаем, что это центрофуга, который делает всю эту работу за нас. Это большие обороты, которые доходят до 10 тысяч оборотов в минуту. Есть такой вот видик, который мы можем посмотреть, как это все происходит, все детали. И давайте начнем смотреть, как наше топливо поступляет внутри барабана. Наше топливо входит из всех принципов сепараторов, которые существуют. Альфа-Лавал, Вестфаль, Левицубиси, оно всегда входит посередине. Наш главный компонент называется дистрибьютор, это распределитель, через который грязное топливо попадает в болт. И отсюда уже с помощью центрофуги и с помощью, конечно, нашего удельного веса, в каждой жидкости идет распределение. На жидкости более тяжелой плотности, средней плотности и очень низкой плотности, которая, можно сказать, наше масло в том числе. Что у нас здесь в чате? Конечный ОВС, только датчик работал там и все. Давайте на вопросы больше в конце, уже когда мы закончим всю эту презентацию. И постараюсь ответить на все ваши вопросы. Сначала у нас идет вот такое вот распределение. За счет плотности идет сепарация по частям. У нас получается так, сепараторы в боли образуются три части главных. Это легкая часть, которая на внутренней, это уже наше масло, которое очистилось в процедуре. У нас есть смесь воды и масла, которое полностью не очистилось. Это формирует наш интерфейс, это раздельное такое промежуточное пространство. И потом мы приходим к тяжелой жидкости, это которая может быть вода, и в том числе какие-то премиси тяжелые и сладжи, которые остаются на периферии бола. И здесь мы можем видеть главные компоненты. Это наши диски, которые формируют очень гигантскую площадь. Из-за этого у нас их там, можно сказать, 100 или 115 дисков в том числе. И главные другие компоненты – это центрофуговые насосы, которые находятся внутри. Для light liquid – это у нас для, можно сказать, легкой жидкости, как это перевести дословно. Это наше очистенное масло и тяжелый heavy liquid, который уже ходит вот с этой вот стороны и забирает его еще один центробежный насос. Так у нас вот разделяется все это, и вот так вот у нас все протекает. Самое главное знать, что вот эти вот все протоки со временем забиваются, у нас образуется помех в течение этой всей жидкости, и совместно наш сепаратор выходит из строя. Давайте глянем на наш видик немножко еще. И пройдем уже в компоненты с другой вот стороны. Посмотрим их более стационарный. Что у нас здесь в чате? Не отвлекать лектора. Хорошо, ничего страшного. Давайте потом в чат мы, конечно, все-все тщательно посмотрим. Наши компоненты, которые находятся в боли, они взвешены. Значит, в заводе проходит динамическое и статистическое взвешивание всех частей. Потому что, как мы сказали в начале, у нас очень большие RPM, это значит обороты. И малейший дисбаланс в этой сфере, в этих компонентах приведет очень быстро к тотальной катастрофе всего сепаратора. Это могут быть подшипники, это может быть двигатель и даже может привести к полному разрушению сепаратора. Он может просто развалиться и диски могут разлететься по сторонам. Это, конечно, очень редкий случай. До этого еще надо постараться очень сильно, чтобы привести это в такую вот ситуацию. Но с методами, которые мы посмотрим в этом курсе, который я для вас приготовил с тщательной подборкой всех нюансов, у вас точно это не случится никогда. Давайте же посмотрим на еще одну презентацию сепараторов. Это уже сепараторы Alphalaval. Они более сделаны интересно, как конструкция. Очень они мобильны вообще в эксплуатации. И подход к ним очень легкий. Даже один человек может легко его эксплуатировать, обслуживать и детально проводить все настройки. Не надо задействовать такое большое количество, как с другими сепараторами. Главные компоненты здесь у нас состоят из насоса подачи на сепаратор топлива или масла, которое мы будем очищать. Потом у нас хитер, который может быть или электрический, или способу пара, нагрев. Может быть, он еще использует жидкость Thermal Oil. Некоторые клапана. Трех... Three-way valve с тремя направлениями. Клапана подачи воды. И разные системы по антификации, по антификации именно количества воды, когда у нас происходит отдача масла из сепаратора, уже чистого масла получается. Это надо контролировать, это надо все контролировать, потому что если мы говорим насчет масла двигателя, главного двигателя, нам ни в коем случае не нужна вода, потому что наши подшипники внутри нашего двигателя, они могут потерпеть большие нагрузки от воды. И, конечно, эксплуатация будет уже... время эксплуатации будет намного снижено. Хорошо, давайте посмотрим внутри, как наш Alpha-Val создан. Такая же система подачи из центра топлива или масла любой жидкости. Мы можем любую жидкость сепарировать. Подается сначала контрольное количество воды. Эта вода называется Operational Water. Для начала, чтобы залить вот это вот место, где находится, где будет находиться наш сладж, и вот эта вода тоже поможет в сформировании этого интерфейса и раздельного места. Вода вообще подается еще в тех нуждах, чтобы наш сладж, который образуется на периферии болла, чтобы его смягчить. Это тоже один из нюансов. Тоже под таком же воздействием в центрофуге происходит сепарация, но на новых видах сепараторов Alpha-Val идет установка топ-диска, который мы видим вот здесь вот. И этот диск имеет многофункциональную возможность по регулированию плотности топлива. Так что вам не придется менять постоянно гравитационный диск, если вы работаете вот с этим сепаратором. Конечно, это sophisticated машина. Ничего не сказать. Там просто детали доделаны до совершенства. И давайте посмотрим в следующем еще здесь, как происходит его работа, его функция. Останавливается подача масла. Заполняется опять же все водой через наши соленоиды. И программа обеспечения EPS-60, которая устроена на Alpha-Laval. Все это сконцентрировано на таймерах. И все эти таймеры, как сказать, они определенно... Программа уже там записана, есть там CPU, и все проводится оттуда. Если что-то не срабатывает, конечно, выходит аларм, и по этому аларму уже мы ищем эту, как сказать, проблему. Давайте посмотрим. Здесь у нас происходит выстрел вот таким образом. И еще показывает нам, покуда поступляет топливо. Отчислено топливо и старое топливо, новое. И вот так вот выглядит у нас сепаратор именно в том числе. И вот это еще хорошая добавка именно к этому оборудованию всему. Это сенсор по обнаружению воды в масле. Это очень крутая штука, которая даст вам еще дополнительную защиту. Но что я делаю? Что я делаю, например, если вот этой системы не существует? Я каждое утро, как механик, прохожу возле труб, которые... У нас, получается, есть этот турбо-чарджер на главном двигателе. И масло, которое подается и уходит с этого места, где происходит смазка этих подшипников. Есть такая труба, трубоотвода, которая обратно возвращается в наш картер, в сам танк. И там есть такое стекло. Вот это стекло мы можем оттуда наблюдать. Это как называется инспекшн место. Но вот там именно мы можем видеть наш цвет масла. Это очень-очень важно. Потому что если масло становится каким-то белым или там еще какие-то пузырьки в нем образуются, вот это именно показатель, что у нас есть присутствие воды в масле. Это очень-очень хороший метод для проверки. Если вы каждое утро это делаете, это, конечно, поможет вам в том числе избежать вот такую большую поломку. Ну, конечно, если вы это найдете, вы уже сразу останавливаете свой сепаратор масляный. Вам не важно, работает он или не работает. Ничего не случится с вашим двигателем. Это точно. Да, и стекло, да, это очень важная вот эта вот деталь, которая в этом поможет. Еще в этом стекле есть такой нюанс. Я вот сейчас вспомнил, что если есть какая-то проблема в смазке этого турбонадува, мы немножко отклоняемся от нашего сепаратора, но можно тоже затронуть это, потому что это связано с этой трубой. Там мы видим какой-то рывок вверх-вниз этого масла. Это тоже значит, что оборот турбочарджера уже очень-очень высокий, и получается масло, уже поток масла не происходит правильным образом. Оттуда мы тоже можем понять, что у нас турбочарджер, и вся эта смазка работает на максимум. Это очень хорошее показание. Образуется как багпрешер. Вверх-вниз наше масло начинает играть. Это на очень лимитных оборотах турбонадува. Ну, ладно, продолжим дальше. Давайте посмотрим наш сепаратор в общем облике. Здесь у нас есть разные модели. Модель начинается с очень маленьких. Можно посмотреть, что мотор у нас 3,7 киловатт, и доходит до очень больших, которые вес у них тоже очень-очень громадный, и с ними очень сложно работать. В том числе в переноске этих больших компонентов. И надо, конечно, очень осторожно. Мы поговорим тоже в главном курсе о безопасности, как все это делать, потому что у меня были такие случаи, что сейфти тоже нарушалась из-за каких-то причин. Могу вам тоже все это объяснить подробно в нашем главном уже презентации всего этого курса. Хорошо, давайте посмотрим в чат. Очень интересно ответить на что-то, и потом дальше можем продолжить. Давайте начнем с самого верха. Что-нибудь такое интересное. Зачем нужны пружины на барабане? На барабане внутри, да? Они, эти пружины, как я знаю, да, и как я предполагаю, точного, стейтвеного, нигде не найдете в этом мануале, это нигде не написано. Может, найдете в каких-то старых мануалах, которые раньше затрагивали эти темы, но в новых мануалах это не пишут. Но мое предсказание к этому, да, чтобы минимизировать, и получается, вибрацию, да, которая создается вертикальным шафтом. Она как-то держит именно на этой позиции максимально. И она еще имеет свойство, да, как работать, как дампер какой-то, чтобы балансировать вот эти все минимальные, дисбалансы. Там внутри вот эти не только пружины находятся, там находятся и маленькие поршни, которые тоже идет в замер в них, и надо еще посмотреть, в каком состоянии они находятся, вот эти маленькие поршни. И, конечно, еще происходит замерка самого спринга, вот этой пружины, потому что эти пружины со временем, они садятся, и получается, они уже не могут поглотить вот эту вот всю силу, которая образуется в том месте. очень важны. Знаете, что все вот эти замерки, которые происходят, да, вот эти все, они очень важны, и каждый имеет свой смысл. Давайте, я понимаю, что молодым механикам это очень трудно, я тоже как молодой механик, мне было очень сложно это все понять, все это замерить, на это все надо очень много времени, это правда. Если вы делаете оверхоллинг перифайера, вы можете даже его оставить на 2-3 дня, в лучшем случае, не надо торопиться никогда. В совместе с тормехом можно это все оговорить, все это правильно замерить, чтобы тоже научиться или поделиться своим опытом. И, думаю, в самом лучшем 3 дня, это вообще супер. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Тоже по литрам в час у нас разные это количество, но знаете, что не надо выходить за пределы максимальной подачи. Потом у нас сепаратор работает за пределами, и сепарация, конечно, эффективность уменьшается. У каждого оборудования есть зона эффективности, где она должна работать, и где у них максимальная выдача именно и количество литров в час, и качество топлива, которое будет наш сепаратор выдавать. Но знаете, что сепараторы, сами как конструкция, никогда вам не даст больше 70% эффективности. На 100%, конечно, топливо невозможно почистить. Какие-то маленькие остатки будут в нем все равно присутствовать. В зависимости от модели, оверхолл по часам 2000-12 тысяч один раз перебрал в контракт свободен. Ну, как-то так. Бывает как-то так, бывает и по-другому совсем. Бывает, что перебираешь и намного больше, смотря как проведется вот этот вот оверхоллинг, да, весь сам. Как его сделать, если он проведется правильно, если запчасти, которые вы используете, и они будут оригинальными. И это все тоже влияет на это. Влияет, какие у вас, какое у вас качество топлива, тоже очень сильно. Влияет часы, конечно, да. Сколько часов работает самооборудование. Это тоже все. У меня есть такой принцип, конечно, если сепаратор не нужен в порту, останавливать его. Это тоже один из способов, который возможно использовать, чтобы минимизировать эксплуатацию, время эксплуатации этого оборудования. И также сохранить как можно больше сепаратор. Но в приведении в остановку сепаратора, конечно, нам нужны определенные вещи, как правильное отстреливание с сепаратор, чтобы не осталось топлива, и это все не закоксовалось. Давайте посмотрим еще одну комментарию. Оригинальные прокладки. Да, это правда. Большинство компаний стараются уже оригинальные не ставить, но есть тоже такие же замены этим деталям, которые в том числе работают очень-очень прилично и могут, конечно, выдержать такое время эксплуатации, как и оригинальные. Но все зависит тоже от качества, если они проверены, сами детали эти, и старайтесь, если вы с супертендантом разговариваете, например, старайтесь, чтобы эти ОМ детали aftermarket, они были качественные. Вот здесь у нас есть еще один вид на сепаратор, как мы можем видеть, здесь у нас главные компоненты, это делится на горизонтальный шафт, на вертикальный шафт, на барабан и на frame and cover, как можно сказать. Есть некоторые сепараторы Mitsubishi, которые у них встроенный насос, есть некоторые, которые насосы подают топливо или масло уже отдельно от этого. Что у нас здесь в комментарии? Сепараторы в работе, время отстрела пришло по программе, да? Весь процесс пошел, но Сладж он не отстрелил. Воду он набрал и видно было, что она туда поступила. Хорошо. Шибра не выходила. Почему? Вопрос решил после чистки по причине так и не понял. Но бывает, да, большинство причин, бывает такое, конечно, да, в сепараторах, что мы ищем какую-то причину, да, найти точную, да, но после чистки всех компонентов выходит, что проблема была устранена. Бывает такое в сепараторах, да, что какой-то компонент очень грязный, какая-то часть плохо функционирует, она плохо двигается, там, зависает или еще что-то. Большинство этих поломок, они связаны именно с внутренними частями. Редко у вас будут какие-то поломки, которые связаны там с платами, ладно, если плата вышла из строя, все уже, как-то там ничего и не сделаешь, но большинство, да, вот этих вот нюансов, они задействованы вот здесь вот внутри, в сердцевине вот этих вот двигающихся компонентов. у сепараторов Mitsubishi идет подача воды на главный водяной дистрибьютор здесь, и отсюда вся функция болла по закрытию, по открытию происходит все отсюда. Здесь у нас видно, что сепаратор работает, сепаратор работает, да, он у нас закрытый, pilot тоже у нас закрытый, и получается вода поступила operating water для закрытия болла, и в таком способе продолжается наша сепарация, да, если уже при открытии мы говорим, вода поступает с другого отверстия, через тоже вот этот distribution, water distributor, и здесь через отверстие, внутреннее отверстие попадает вода именно уже в pilot valve, происходит открытие, вода отсюда с цилиндра сливается с поднизу, и открывается наш болл, и все уходит, конечно же, вода и все сладжи. Ну, давайте уже на вопросы ближе что-нибудь ответить. Дед просит остановить сладж, говорит, в основном, да, я бы так не останавливал, лишь старт, стоп тоже не есть гуд. Это тоже правда, если у вас очень загрязненный сепаратор, если он уже остановится, при старте будет, конечно, очень-очень сложно. Опять-таки по ситуации. Ну, если у вас, скажем, масляный сепаратор, там, скажем, который обрабатывает масло двигателя главного или там виза-дженерейтор, можно, конечно же, остановить без проблем. Но если хотите, вот, purifier, например, топлива, можете, конечно, его не останавливать или остановить на какое-то время и потом заново его завести. Давайте пройдем дальше. К вопросам мы опять вернемся же. У нас есть такой вот мульти-монитор на сепараторах, там можно видеть разные функции, можно видеть функции flow rate, temperature, discharge pressure. И очень важно, чтобы вот этот вот монитор работал правильно, чтобы данные, которые мы оттуда получали и настройки, которые мы делали, устраняли проблемы, то есть в настройке давления, они были точными, как можно точными. Ну, точно на 100% невозможно, конечно, будут какие-то отклонения, но как можно минимизировать вот эти отклонения. Разные мониторы есть, у сепараторов Mitsubishi тоже рядом можно видеть вот этот монитор. Очень большая просьба, конечно, когда вы делаете какие-либо настройки на мульти-монитор внутри или отключаете какие-то аларны, не забывайте их ставить на место, потому что это может привести к большим последствиям также и поломки полностью сепаратора. Мы, конечно, покажем некоторые фотографии, к чему это привело на одном судне. это было в компании, которая работала, но правда это случилось с экипажем где-то год назад с тех пор, как я попал потом на это судно. Получается, этих случаев было только два в мире. И будет очень интересно, мы детально покажем и в главной презентации, что там случилось и какой ущерб у них был. Давайте посмотрим, какие виды систем есть. Есть H-Hiden System, есть Super Hiden System, которая улучшенная версия. Вижу очень много интересных вопросов в чате, но всем ответим. Спасибо большое, что вы задаете такие вопросы. Давайте немножко посмотрим вот эту презентацию, какие различия между этих систем. Вот H-Hiden System, это уже устаревшая система, и она заменена Super Hiden. Что происходит? У нас идет сепарация, нормальная сепарация в этом месте, как она происходит. И есть у нас датчик давления, на вот этом уровне, и один манометр, который мы видим, и уже мы выставили определенный setpoint, как должен быть с мануала. Одна часть из сепарации проходит отсюда, это клапан, который мы настраиваем, само давление, вот это вот, и возвращается обратно, получается такая циркуляция проходит. как как только у нас давление падает, и почему у нас давление падает, у нас начинается собираться количество воды, вот здесь, вот в этом отсеке, и она уже начинает перекрывать вот это вот отверстие, получается, у нас давление начинает падать в линии. Давление у нас упало, подается сигнал на главную плату, operating panel сепаратора, и происходит вот такой вот отстрел уже здесь воды, и в том числе мы теряем и масло, какое-то количество масла. Что сделали в системе SuperHidens? Они установили некоторые клапана здесь, намного больше их, как мы видим. Эти клапана скорее всего работают с пневматикой, как мы видим, вот здесь у нас показывает, что здесь поршень, который двигает и активизирует их. Что происходит? Подача, как в этом же случае, тоже прекращается, но в этом случае у нас, когда открываются клапаны, эти клапаны уходят можно сказать в отдельный танк, это может быть не сладж танк, это может быть какой-то дополнительный маленький танк, где вот эта вот вода отстреливается туда. И получается только вот эта вот вода уходит именно сепаратором. Короче, добавили два клапана дополнительных и одну дополнительную линию, которая уходит вообще в другое место и отделяет только воду. Более такое точечное. Сепарация воды и масла именно когда соберется в большом количестве. Давайте немножко в чат, что здесь не хочется конечно пропускать, но мы все обязательно все вернемся. Очень интересные ваши вопросы. Мы делаем обмен знания, и вы что-то говорите. Я может быть что-то вспомню с этим с чатом. В нашем курсе мы тоже поговорим о сепарации, серийной сепарации. Давайте вернемся немножко сюда. О конструкции мы поговорили, о принципах тоже мы сказали, о нюансах обслуживания сепараторов и разных производителей. Это мы тоже затронули эту тему. Давайте немножко поговорим на series operation. Когда у нас purifier один работает как purifier и подает уже следующим purifier, чтобы он делал функцию clarifier. Что происходит? Топливо через сепаратор перегоняется серийный в другой сепаратор. Это то же самое, как мы соединяем серийные соединения каких-то компонентов электрических. при такой работе надо знать, что функцию второго сепаратора надо правильно выстроить. Но в том числе надо будет обратиться к нашему мультимонитору. Здесь вот. И свитч с номером 2, это который называется Liquid Monitoring Alarm надо будет его выключить. Это делается почему? Потому что если сепаратор первый приведет функцию отстреливания, у нас второй сепаратор трепанет просто-напросто. Потому что не будет поступать жидкость с первого сепаратора. И мы выключаем вот этот вот Alarm только вот этот Alarm никакой другой Alarm. Дополнительно к главному курсу будут предоставлены бонусная версия. Об этом мы, конечно, поговорим и позже, но я хочу, чтобы вы знали это сейчас же. Будет предоставлена информация, как правильно настроить его в функции Clarifier и Purifier. Там будут детальные детальные именно Steps 1, 2, 3. Что мы делаем? Это очень легко и очень важно. Это точно не найти ни в каких мануалах. Я за все свои года это не видел. Это был запрос именно после той поломки офиса и компании в Mitsubishi и они отправили вот эти данные уже к супер данным и потом уже в правильных настройках. Потому что большинство из сепараторов на судне могут работать неправильно, работать за пределами правильной эксплуатации и это конечно очень плохо, потому что это приведет к разрушению других компонентов и компонентов, которые связаны с топливом. это наш двигатель и наши дизель дженератор, наши воспомогательные двигатели. Есть еще параллельное operation, это использование в параллеле наш сепаратор, который каждый сепаратор работает отдельно и доставляет в тот же танк, высасывая сеттлинг танк и посылает его сервис танк. Этот метод намного эффективный и больше используем в флоте. Добавлял присадку HFO treatment, не могу сказать, что он помогает. Вовсе он не поможет так сильно, так естественно, это правда. В том, что может помочь всякие разные присадки, это улучшить только смазку вашей детали, скажем, насосов high-pressure pumps и каких-то других компонентов, которые связаны с топливом. Но больше всего страдает насосы именно, которые подают топливо уже high-pressure pumps. Этот самый эффективный метод, параллельная operation, это функция, потому что каждый сепаратор работает отдельно на своем номинальном, на своей номинальной нагрузке, и еще мы делаем очень, мы можем сделать значительно низкий flow rate, вот это способствует, скажем, если у нас сепаратор сделан на 5000 или на 6000 литров в час, мы можем даже выработать 3800 литров в час, это очень-очень крутой flow rate для этих сепараторов, с такой вот капасией, с такой нагрузкой. Давайте продвинемся немножко дальше, тренировать, больше тренировать сеттлинг-танк. Да, сеттлинг-танк тоже надо тренировать, это правда, его надо проверять, смотреть, какое там количество воды собрано, почему там собирается вода, это очень важно. Бывает так, что если у нас уровень сеттлинга очень низкий, образуется конденсация внутри самого танка, потому что в этот танк поступает всегда воздух, и как мы знаем, воздух имеет какую-то сырость, это тоже один из нюансов. Поговорим еще насчет интерфейса, он находится примерно на вот этом вот месте вот здесь вот, это очень важно знать и очень важно понимать, как наш сепаратор работает. Если у нас интерфейс сдвинулся, у нас будет, когда мы открываем дырку для проверок в сепараторе, вот эту вот, если у нас по какой-то причине сдвинулся интерфейс, у нас будет здесь выкидывать топливо или масло. Если у нас интерфейс сдвинется в другую сторону, противоположную сторону, мы это не поймем, но это будет только видно или в датчике, если у нас установлен датчик масла, или у нас выйдет другой аларм, если такой аларм существует. Если нет, уже наше масло начнет загрязняться потихоньку, и, конечно, очень-очень хорошо в том числе сдавать каждый три месяца на анализ масла всех оборудований, и оттуда тоже можно идентифицировать, если у нас есть какая-то проблема связана с водой. Извините. Давайте немножко на ответы. HFO температуры, Вадим пишет здесь у нас насчет температуры. Да, температуры должны тоже соблюдаться очень важно вот в этих диапазонах, которые он пишет. Это очень правильные температуры, и не надо их превышать, потому что если температура в некоторых случаях превышается, это приводит к тому, что вода испаряется оттуда, интерфейс, и уже Purifier начинает плохо функционировать. А границы температуры мы тоже будем представлять график, и как это все происходит, откуда мы видим все это, откуда мы находим эти данные антификация сепаратора. Вы это произнесли в начале лекции. Антификация это найти именно какой тип именно сепаратора. Антификация, да, это какой тип 50 градусов держал температуру. HFO есть. Бывает такое, да, что почему на новых альфа-лавалах сепарация происходит 95-98 градусов, а на старых дед говорил 85-90. Знаете, что бывает такое, что зависимо от топлива бывает такое, да, бывает у кого-то останется в голове в голове, такие температуры, и они стараются продолжать вот так функционировать. Но нет, это не точно можно сказать, что все, мы там 85-90 и будем так вот продолжать. Надо, конечно, рассматривать и как топливо в его свойствах, какое количество воды там у него, какая у него плотность топлива, это очень важно, и потом уже смотреть на ФОБОС, который присылает нам, на Хемикал Анализис, который приходит с офиса тоже, и там есть рекомендации, которые помогут реально решить эту проблему сепарации, но надо же сепаратор, в том числе, если вы настраиваете все по бумаге, надо, конечно, прислушиваться и к саму сепаратору, наблюдать и смотреть все это. Разве температуры режим сепарации топлива и масла не предоставляет вместе с документацией, да, бункировкой, предоставляет с документацией бункировки некоторые вещи, да, вы знаете оттуда, но самое главное, то, что вам скажут, это схемия лаборатория, это очень важно. Еще очень хорошо посмотреть и поговорить насчет тему сепаратора, потому что у нас сепаратор, как проблемы, которые выводятся, они связаны вот здесь вот, но еще есть много-много проблем, которые могут связаны быть вот с этой инфраструктурой, которая связана вокруг сепаратора. Это может быть хитер, это может быть сеттлинг, это могут быть насосы, стривы, валв, контрол-эр, сервис-танк, это может быть вода подачи и сам сладж-танк. Вот это все, то, что вокруг существует, вы должны знать, что если сепаратор не работает, что там тоже что-то может не функционировать правильно. РМД-80, да, это топливо, Сергей говорит, что РМД-80, сепарация около 70 градусов, да, это очень правильно, и в последнем тоже мы имели с этим топливом, конечно, да, мы работали с ним, это правда, это очень такое странное топливо при температуре окружающей среды, где-то 20-25 градусов это топливо превращается в смазку примерно, можно сказать, очень странное топливо, конечно, хорошо, что мы это все здесь обсуждаем, это очень-очень важно, все это говорите, все эти нюансы, и вы узнаете тоже эту информацию, сначала первый раз работа с этим топливом РМД-80, мы не знали, конечно, как с ним работать, это было очень-очень интересно, топливо, и как-то было страшно, с одной стороны, когда используешь новое топливо, ты не знаешь, что это такое, но вот эти вот температуры, соблюдение реально-реально очень важны, как для сепаратора, как и в процессе содержания в этих всех трюмах сеттлинг сервис, и даже в банкер, в больших трюмах сторож, вот эти банкер, большие, которые у нас находятся на палубе. Знаете, что вот эти все проблемы связаны, мы в главном курсе будем все это объяснять, все эти нюансы затронем, где у нас эти все проблемы, с чем они могут связаны тоже, и еще можем посмотреть вот такой вот хороший нюанс, когда вот у нас сепаратор стоит в recirculation моде, у нас масло циркулируется вокруг, что происходит, мы можем проверить через вот эту дырочку здесь, мы можем проверить, если у нас есть какие-то утечки, по-настоящему, если у вас purifier не работает, не функционирует, только у вас работает насос feed pump и циркулирует жидкость, которую вы используете, в том числе наше масло и топливо, вы должны здесь не видеть ничего, все здесь должно быть чисто, и это показывает, что этим способом вы проверили ваш клапан, ваш three-way valve, все цифры важны, да, очень важны, Константин, правильный пурпоинт тоже очень важный, да, где замерзает топливо, и надо избегать к всему, этому надо придавать значение, да, но, как правило, как я использовал очень хорошее правило, топливо не держать ниже 40 градусов, потому что это приведет, это может привести, мы точно это не знаем, топливо может замерзнуть, и смотря, если ваши трюма находятся ниже, чем уровень насоса, получается у вас при всасывании образуется негативное всасывание, и вам будет очень-очень сложно, но еще может быть такое, что у вас эти трюма находятся очень низко, они охлаждаются морем, морской водой, и у вас температура, актуальная температура будет намного ниже, что можно сделать, можно сделать, если у вас нету градусника, вы можете привязать градусник, и через sounding pipe погрузить его на какое-то время, на 15 минут, чтобы он приобрел соответственную температуру танка, и таким образом можете посмотреть, какая реальная температура вашего топлива. давайте посмотрим еще раз в чат, давайте вот здесь вот будем наши вопросы, вопросов, конечно, очень много, и давайте немножко приостановимся здесь, давайте посмотрим, вот Виталий говорит, сейчас я переберу здесь, Дима говорит насчет примесей, да, примесей, cut fines, это уже стала такая типичная тема на судах, это, конечно, очень-очень всех беспокоит, эти cut fines, мы покажем их тоже в детали, как они выглядят, что они делают, какие ущербы они делают в наших компонентах, это самая-самая устрашающая вещь, в которой может вообще механик встретиться, она выводит и строит все возможное, все компоненты, по уровню брюнеля, брюнеля, как мы знаем, это алмаз, это самое твердое, по шкале брюнеля имеет эквивалентность номера 10, эти cut fines доходят по твердости 8, 8,5, ну, представьте, что мы кидаем такие раскрашенные алмазики внутрь нашего двигателя и внутрь наших всех компонентов, которые точно будут повреждены при таком твердом материале. Константин пишет, топливо стоит долго, топливо стоит долго, расслаивается. Это тоже, это тоже очень интересный нюанс, да, оно может расслаиваться, и как я видел тоже в реальности, очень интересно то, что Константин это заотметил и сказал нам тоже, бывает такое, и масло тоже разделяется, расслаивается, и бывает такое, даже если в бочке вы храните какое-то масло, оно тоже может разделиться на много-много частей. катфайнс, катфайнс, это примеси, которые остаются при обработке топлива. Катфайнс, это алюминий, там, это именно способ обработки такого топлива. очень дешевый получается, самый дешевый, и вот наше топливо попадает в эту сферу, который именно, ну, почти что можем сказать, что мы сжигаем мазут, вот такое вот наше топливо. Топливо со временем будет все худше и худше, даже были такие друзья, которые делились своим опытом, у них полностью они это топливо обратно давали, она у них там затвердела, превратилась в это, в вакс, как масло такого, не знаю, они лопатами выкапывали его. Это, конечно, очень-очень ужасная ситуация. Вот это вот Александр про песок тоже могут все это присутствовать, все может присутствовать, и даже этот песок это может быть сами вот эти кайнд файнсы, силикон, алюминия, все это, да, это присутствует, через которое его фильтруют. Павел говорит, это остатки кремния, через которое его фильтруют. Получается, нам приходится дополнительно это все очищать и как можно минимизировать количество этих веществ, которые дадут на наш двигатель. но, конечно, это все способствует purifier, там делается большинство всей этой работы, отделения, плюс какой-то процент. Мы в своем, в своей презентации, в главной курсе, будем говорить, сколько процентов покажем, и уходит с settling service, сколько процентов уходит с purifier, сколько процентов фильтруют сами фильтры и фильтровая система, и сколько уже попадает в двигатель. В двигатель, конечно, должны попадать ниже 10 ppm, они считают их в ppm. я сталкивался два контракта назад, Виктор говорит, меньше, и при чистке сопел распылять, выпадали твердые частицы, которые магнилились, я четвертый, просто помогал третьему, уходят немножко в чате, третьему я обнаружил это, это есть cutfines или это, может быть, все, что угодно может быть, реально, все, что угодно может быть в топливе, это может быть cutfines, это может быть sludge, там бывают случаи даже, что могут дать sludge или морскую воду, все может быть, когда вы берете топливо, при получении топлива, никогда, если вам дали какое-то количество топлива, никогда не просите, чтобы вам это додавали еще или еще больше и больше, это может привести к этой такой вот подаче грязных каких-то компонентов или еще что-то, могут даже даже sludge выкинуть, но в sludge, вы представляете, там может все, что угодно содержаться. что только не делали, спали там, ну да, бывает такое, бывает такое, но лучше это избежать, конечно. Вообще, у меня была такая, такая система, как можно лучше и эффективно работать с людьми, не напрягать их, если у нас, конечно, есть время и у нас длинные путешествия в океане, как можно это все сгладить и минимизировать последствия именно на самих, на самого экипажа, это очень-очень главное. Магнитофильтр тоже помогает, там тоже много чего собирается, и оттуда тоже можно смотреть и посмотреть, это как информация наша от вот этих вот начальных фильтров, посмотреть, в каком именно состоянии находится наше топливо, и можем это же сравнивать с предыдущим топливом, которое мы когда-либо работали, очень интересно и правильно делать такие замечания, да. Лучше всего старайтесь держать все эти компоненты в самом лучшем состоянии, чтобы у вас не были дырки в этих фильтрах, чтобы у вас как сказать вот это вот сам сами дырки вот этого фильтра, да, меш, который вот мы смотрим, чтобы он был правильным, чтобы он не был очень чересчур большим, потому что бывает так, что смотришь на фильтр, да, а уже у него поменяли вот эту вот сетку там, заменили ее, это очень важно, когда вы сам фильтр поднимаете вот эту вот насоса, и вы смотрите, что там есть изменения, нету, он оригинальный или нет, лучше главное все это шаттельно проверять, чтобы было правильно, но конечно в мануалах это написано, это написано также и в piping diagrams, где у нас трубопроводы, там все это специфировано, какой меш должен быть, и количество сетки мы считаем сантиметр на сантиметр или инча на инч у нас, сколько у нас квадратика вот это входит, вот это вот диапазон, вот это расстояние, Сергей говорит перед переходом на новое топливо обязательно нужно делать совместное топливо компобилити тест, если топливо совместно, то все норм, если несовместимо, то опустошаем сервис танк по максимуму, потихоньку подмешиваем, да, это очень правильно делать компобилити тест, это один из тестов, но как я видел в практике большинство механиков, даже если топливо подходит, не подходит, они все равно стараются опустошать этот сервис танк и сеттлинг танк большинство в числе, но знайте, что сервис танк и сеттлинг танк очень-очень осторожно надо опустошать при плохой погоде, так что у нас образуется очень много свободного места и это все колебается с одной стороны на другую и все вот эти вот весь мусор, который там был собран на самом низу, на этом самой нижней части, это все попадет в вашу фильтрацию, пройдет через фильтры и тем же образом может забить Purifier. Хоть вы, и ребята, пишут, даже с тестом были проблемы. Может быть такое тоже, да, может быть, все может быть реально, надо очень-очень осторожно с этим. Но самый лучший способ, самый лучший способ, как когда я либо видел, это не опустошать полностью танк, не опустошать его, это уже более такой эффективный способ при плохой погоде, это потихоньку добавлять новое топливо уже в сеттлинг танк. Сервис танк вы оставляете, оно потихоньку исчерпывается, и что получается? Получается, что вы добавляете очень-очень маленькое количество, каждый раз делаете трансфер в сеттлинг танк, оно у вас реально смешивается, топливо, но аналогично вот это вот количество, которое смешивается, оно не приведет к такому большому последствию, что у вас там что-то забьется. Я с таким еще не сталкивался. Сколько лет мы делали такую процедуру, такого еще не было. больше всего, если вы опустошите танки, у вас образуется вот этот эффект, при плохой погоде будет очень-очень много грязи во всех сепараторах, может быть, фильтрах. Сейчас последний контракт, который был, мы попали в такую плохую погоду, в стороне я хотел снизить сеттлинг, сервис, это вот реальный случай, и у нас был еще танк, с которого мы выкачивали, вот этот сторож большой, и мы оттуда перекачивали, но там было маленькое, очень маленькое количество топлива, где-то 100 или 150 кубов. Вот она туда-сюда ходила, ходила, танки, конечно, на драйдоке их не почистили, это точно, даже об этом думать не надо. Так, уважаемые участники, почему-то спикера выбило, буквально 2-3 минуты и продолжим. Выбило меня? Выбило, компьютер это, как сказать, мышкой не двигал и выбило. Извините, очень извиняюсь, надо было мне мышкой двигать, конечно, да, сейчас я поделюсь экраном. Прошу извинения всех, сейчас мы откроем, так видно, да? Хорошо. И извините, еще раз за все, окей, хорошо. И что мы сделали, я ему говорю, давай быстрее, это, короче, бросай этот танк, вот этот вот сторож, давай, который у нас наполненный, будем его использовать, и у нас минимизируется, мы уже каждые пять минут эти фильтры вытаскали, я ему говорю, если потеряем фильтры сейчас, да, у нас, ну, будут забиваться, мы, ладно, будем чистить, мы потеряем сепаратор, потом у нас будет проблема с этими, с автоматическими фильтрами. Ну, он, конечно, согласился, я ему говорю, ну, как это так, у тебя еще не было опыта, что ли, на этом? Ну, говорит, ну, вот так вот не было. Я говорю, у меня было много раз такое, встречалось с таким этим. Ну, хорошо, очень хороший способ, хочется с вами поделиться, например, у вас забиваются фильтры каждые пять минут, да, как посмотреть, если у вас улучшается, если у вас улучшается именно состояние вашего танка, ну, оно становится чище, например, если вы чистили каждые пять минут, вы смотрите, если ваше время между очистки первого фильтра и второго увеличится уже на 20 минут, это значит уже показание, что все проходит нормально и вы избежите других последствий, там, сепаратором, забитие сепаратора и фильтров автоматически. Потом это время будет полчаса, оно будет 45 минут, оно будет час, оно будет час 32, и как-то так вот она будет увеличиться до 4 часов, конечно, несколько дней будет, если у вас настолько загрязнился сеттлинг, и, конечно, потом уже придет каждые 8 часов и каждые нормальной очисткой каждые 12 часов этих фильтров. Бывает так, что про Orifize Сергей говорит, что вставил Orifize новые. Все вот эти вот маленькие компоненты, да, они могут влиять сильно на все вот эти вот нюансы. мануалы говорят, да, это правда, мануалы говорят, они посмотри то, посмотри это, глянь на то, на это, но я вам, конечно, рекомендую проверять все и тщательно. Если вы все это сделаете один раз за ваш контракт, если вы проверите все компоненты, вы будете точно знать, что у вас сепаратор не будет ночью мучить, не будет выходить какие-то странные алармы, и все мы это, все эти нюансы, с которыми я вообще либо встречался, с опытом вообще, который я набрал на судно, я вот с вами поделюсь все это. Так, Андрей, что говорит, если топливо как сладж, а застывать даже в дрине сепаратором, то не советую опускать температуру сепарации топлива до 60 градусов. Насчет налипать в фильтрах и тогда будет совместно печально. Да, это правда, если тоже температура сепарации очень низкая, бывает тоже такое случая, но очень важно тоже, когда вы несете свою вахту и один раз вахту тоже проверять вот этот вот отсек сладжи, который уходит, чтобы он не забился и не привело, конечно, к следующим последствиям полностью забития сладжи. Это, конечно, надо проверять, но проверяйте это очень аккуратно. Имейте какую-то там подставку из плексигласа, чтобы на вас сепаратор не брызнул. Константин, помогает, смешали, может ее в осадок выпалом. Ярослав, что насчет кларификации, пюрификации? Я, честно, Ярослав, могу сказать, что большинство сепараторов, в которых я либо работал, они работали как пюрифайеры. Кларифайеры ставят большинство, если уже у нас очень-очень чистое масло и мы хотим вывести из него все твердые вот эти вот остатки. и даже можем вот в серийном оперейшн, да, вот как мы показали в предыдущем, мы можем один пюрифайер работать, один сепаратор как пюрифайер, а другой как кларифайер уже. То, что не очистил пюрифайер, очистится кларифайером. оно застывает, помогает вытаскивать тарелку из баттерфлая клапана, который идет сладче дисчардж. Застывает, да, бывает такое, да, и надо это смотреть. У меня тоже в последнем контракте было такое, я как второй механик тоже очень тщательно проверял. Еще очень хороший нюанс это следить за оборотами сепаратора. Оттуда тоже очень много можно чего понять. Ну, давайте проведем еще некоторые показы, что у нас будет и дополнительно потом в курсе, о чем будем рассказывать и показывать. Давайте дальше продвинемся немножко и потом еще же поговорим о разных вопросах. Вижу, очень много информации, это очень интересно. знайте, что будет тоже создан телеграм-канал, читайте очень-очень эти все данные, которые будут для сайта, как попасть на сайт, там вся будет информация в конце, как попасть, как это все детально рассмотреть, чтобы вы тоже участвовали в этом всем проекте и не потеряли эту очень-очень важную информацию. Смотрите, конечно, детально проект Education Marine сделал очень-очень интересный подход, все это детально презентировали. и спасибо большое Дмитрий еще раз. Хочется с вами еще поговорить по тему, о которой мы тоже будем разговаривать на основном курсе нашем, это будем говорить насчет деталей, как их найти, как их выяснить, как их отличить, будем это тоже показывать. Вот здесь, например, тефлон, если он уже поддельный, он будет выглядеть синим цветом. И он, конечно, очень легко будет вставляться внутри, просто бывают такие случаи, что ты его вставляешь, а он тебе сразу же выпадает, ты даже его не использовал. Кост 1 группа, конечно же, будет создана, она будет закрыта, группа, там сможете задавать кучу вопросов, мы все вопросы там будем решать после основного курса, курс будет очень-очень интересный, там много деталей всего, и можно сказать, что в вебинаре то, что мы здесь сейчас показали, это где-то, сейчас я вам скажу, это лишь 15% от того, который будет уже в центральном основном курсе. Это очень много информации, это правда очень много информации, только посмотрите, что это одно оборудование, это только сепаратор. Как выглядит, конечно, наш отверстие, вот это вот, которое мы смотрим, очень много зависит от этого, вот здесь мы видим сразу, что у нас ликач, мы видим, вот на крышечке здесь у нас топливо находится, по-настоящему здесь не должно быть такого топлива, здесь как водичка такая, несколько капелек находится, и вот здесь мы видим, например, сразу вот вылетают вот эти вот капельки и сразу понимаем, что у нас какая-то идет утечка из нашего болу. По-настоящему как должно происходить это все? мы открываем наш колпачок вот этот вот для инспекции, и в начале, когда сепаратор наш приводится к функции, мы видим немножко топлива и немножко воды. Эта вода через 15-20 минут она должна полностью исчезнуть. Вот это мы оттуда понимаем, что наш сепаратор правильно работает. Давайте еще посмотрим некоторые нюансы здесь. Большую роль играет proximity switch, настройка этого свеча, эта дистанция большую роль играет, потому что отсюда у нас приходит тоже считывание оборотов вала, и если у нас есть какая-то неполадка, у нас выходит здесь тоже аларм, trouble может быть от этого. Что может привести к такой именно к такому аларму и к такой форматике? может быть неправильно дистанция, которая была настроена, может быть у нас открутился винтик там, или фиксация, может наш шафт неправильно что-то отсоединили или поставили, это тоже бывает вот такая у нас такой нюанс. Вот дистанция должна варьироваться от 0,5 до 1 миллиметра. Владимир пишет меняли тефлон новый прессовали тисками, а есть ли другие способы? Я самый такой распространенный способ, который использую, это способ применения доски. Беру одну доску такую ровненькую, чтобы на ней не было никаких гвоздей, чтобы она была немножко чистая поверхность ровная и таким молотком резиновым немножко потихоньку ее распределяю равномерно с одной стороны и с другой стороны. Что очень важно в сепараторах, во всех видах сепараторах, это качество воды, которое играет большую роль. Наш сепаратор может выйти из строя тоже как и от качества воды, так и от количества воды, как и от этих соленоидов, которые могут не функционировать правильно. У нас есть разные виды соленоидов, они все подписаны, их можно тестировать в мануале для проверки их функциональности. У нас есть регулятор, который можно настроить, но эта часть, эта запчасть, она приходит уже настроена из завода. Так что вам не надо тратить на это время при настройке, просто ее меняете и знайте, что у вас деталь уже заменилась. Не надо приводить эти клапаны в другие какие-то настройки. Потому что если вы начнете здесь что-то уже менять или настраивать, у вас уже идет дисбаланс воды, который будет поступать сам сепаратор. Можете начать проверку самых легких вещей. Проверяйте сначала, начинаете разбирать бол, вы проверяете самые легкие вещи, а потом уже переходите к более сложным компонентам. давайте немножко посмотрим, что мы еще будем, какие детали мы будем делиться с вами на основном. Давайте немножко здесь. Вот как выглядит Special Tool, который цепляется на вертикальный шахт. Это наш главный вертикальный шахт, и вот наши бэринги. Это самый нижний бэринг, который ставится таким именно способом, а это верхний бэринг, где у нас вот эти пружины находятся с дамперами. Это верхний бэринг. Будут еще видео тоже показываться потом. Давайте поговорим о компоненте 3-way Valve. Это тоже очень важный компонент, особенно на пюрифайерах Mitsubishi. Я вам тоже могу рассказать, каким способом можно потерять много литров масла, и даже не понять. Если вы хотите это посмотреть, точно советую вам посмотреть это на курсе, я с вами поделюсь реальной детали, которые вы точно нигде никогда не встречали. И вы избежите, поверьте мне, много-много поломок. И ущерба, конечно, в том числе. Вот он 3-way Valve. 500 литров масла это еще нормально. Это еще нормально. Вот его детали. Эти детали мы тоже все поясним. Как их вставить, как они должны быть. Не старайтесь вытачивать детали, потому что у вас может быть какая-нибудь протечка, если она плохо сядет. И получается у вас масло не будет циркулироваться, оно будет попадать в сладж штанг. Здесь у нас тоже есть электрическая диаграмма. Мы будем говорить о платах я поделюсь с вами с опытом, как это потерять главную плату перифайера, CPU. И очень важно тоже механикам вникать в разные диаграммы, чтобы тоже разбираться в функциях сепаратора. Это очень-очень важно. Обычно все с него и начинается. Бывает и такое, да. Бывает и такое тоже, да. Как вы видите, вот здесь используем Lock Nut, чтобы ничего это не открутилось. Используйте такое, чтобы не зря зашел электрон, да. Провода, конечно, это очень-очень важное дело. Это все может перегреваться, платы перегреваются со временем, они работают бесконечно. Бывает такое, некоторые сепараторы, они держат эту всю информацию в батарейках, батарейки надо заменять. Старайтесь как можно сам Purifier Room хорошо проветривать его, чтобы там не собиралась концентрированная жара, потому что жара плохо сказывается на электронику. У нее есть тоже диапазоны работы. Ну, как многие могут сказать, что если у нас что-то вышло из строя, ладно, там сгорело, скажем, фьюз, но это не так все просто. Надо искать, конечно, проверять, все это замерять, какие у нас вольтажи подаются, если они правильные, если выходы у нас правильные, все должно быть в нормах. сопоставимых, которые здесь написано. 24,5 вольт, если что-то не выдается, конечно, помощь электрона очень-очень нужна во всех этих деталях. И совместно второй механик и электрон должны работать вместе. Это два офицера, сенера офисера, которые могут найти очень-очень много проблем и устранить их очень быстро. И в этой теме они должны работать в паре. что можем еще сказать? Мы можем сказать, что все настройки, которые в нашем Purifier внутри, они очень важны. Не меняйте их, это не стоит того, меняйте эти свитубиси, стрелет, только проблемы были. Да, интересно. Проблемы, да, бывают разные. Разные, это правда. Может, у кого-то вообще никогда ничего не было. Главное, что второй механик был нормальным. Это тоже бывает такое. Да, в Канаде зимой приходится прогревать феном плату. Ну, в Канаде, да, если настолько там холодно, проблем никаких нет. Конечно, если прохладно, там и сырости нету, и настолько компоненты не нагреваются, если вы работаете, конечно, в этих диапазонах широты. вот эти функции все не строят их настраивать, и если вы начнете уже все здесь трогать вот это вот, значит, вы уже уходите за параметры настройки самого сепаратора. Ну, самое легкое, то, что вы можете сделать, это настройка подачи воды, там немножко его увеличить. Если вы догадываетесь, что у вас где-то какая-то на каком-то кольце есть потеря в боуле, вы можете добавить немножко таймера по доставке воды. И вопросы очень интересные, давайте ответим на вопросы. Второй бок машины, да, это правда, отличный второй, и дед не нужен. Это очень-очень точно Константин сказал, что второй, если отличный, вообще там деду делать нечего. Мне многие деды приходили и говорили, что один месяц что-то там один дед побегал и говорит, что все, я уже не знаю, чем заняться. Ты все делаешь, ты пишешь там все рапорты, все бумаги, все эти, говорит, мне уже делать здесь нечего. И также второй был, если дед понимает, да, реально, что второй шарит, что там может с электроном что-то сделать, что он там формы там заполняет, уже реально его присутствие там ничего не имеет. Но также дед тоже нужен, чтобы с ним посоветоваться, решить какие-то проблемы, что-то новое там спросить, если что, если как что-то пропустили там. Ну, бывает так, что все там тужатся, стараются там, а дед приходит, так вот молочком стукнет, и все, и проблема решена. Ну, как всегда и бывает. или надбор, счастья не будет. Малейшая заусенница или надбой, но это правда, да, счастья не будет, да. Эти сепараторы, они очень чувствительны к малейшим таким вот повреждениям. Мне к четвертому механику хотелось бы послушать вебинар по поводу балластных операций и эксплуатации котла в условиях низкой температуры и по поводу системы охлаждения в холодах LT. Можно будет подготовить в будущем вот такие вот курсы. Есть большой опыт на эту тему. Есть очень-очень большой опыт на эту тему в холодных местах, как они реагируют, и в балластных системах тоже, какие функции. Но я насчет балластных системах могу на определенные оборудования вам сказать, потому что есть очень-очень разных систем таких, но постараюсь своим опытом, конечно, все это включить и поделиться. Кост-1, главное, чтобы второй деду не наливал, иначе вся машина делает главный электрон во всех проблемах виноват. Это тоже, да. В прошлом контракте при температуре в перифайре ниже 25 евро отказала плата сепаратора гриле. Это тоже очень интересно. Но самое интересное, что опыт, который у нас всех здесь собранный, что-то реально я не видел и никогда даже не встречусь с этим. Это очень интересно с этим делиться, потому что что-то где-то услышал, что-то где-то увидел, и вот так вот оно намного очень-очень помогает устранять проблемы, и сразу ты уже идешь, можно сказать, закрытыми глазами, ты просто это услышал, оно тебе делает клик в голове, и ты о, где-то я это увидел, где-то я это услышал. Давайте посмотрим дальше, пройдем дальше, какие там поломки, что можно увидеть, вот здесь мы видим, что у нас протекает вода от верхней отверстии, и как видим, здесь уже у нас получается коррозия на шафте, на горизонтальном, и в этом случае у нас беринги, подшипники выйдут из строя, это значит, что нам уже надо пора оверхолить наше оборудование. Тефлоновые трубки, которые могут быть тоже повреждены, и может быть какой-то проток из них с этих связок, всегда имейте такие трубки, будем тоже говорить о spare parts, о всех этих деталях, как правильно содержать, что надо заказывать, будет такой отдельный момент, но об этом поговорим ниже, конечно, давайте пробежимся по этим фотографиям, здесь у нас gravity диск, как вот можно найти его, в каком состоянии, тоже о нем будем говорить шаттлина, как можно его дальше эксплуатировать в перифаре, если мы нашли в таком состоянии, видите, здесь тоже образуется резина сверху, здесь у нас зубчатая трансмиссия с горизонтального шафта на вертикальный, здесь тоже поговорим, как правильно это все смотреть, немножко, подождите, немножко, да, посмотрю, все, все, хочется, конечно, ответить на все ваши вопросы, это очень, очень интересно, спасибо большое, что вы пишете здесь, очень важно тоже иметь вот эту деталь, хотя бы одну, если у вас два сепаратора, будем говорить о замерке блоков, friction block, как правильно их, какие проблемы связаны с этими friction блоками, как правильно выбирать, как правильно их отбирать, хитера, которые связаны с нашими purifier, как их правильно очищать, все это будет тоже сказано, и какой именно хитер страдает больше всего, это же, конечно, diesel generator любой purifier, он грязнее всех всегда, здесь можно посмотреть систему alpha-lava, вот так она устроена, мы будем тоже заводить в главном курсе purifier в реальном времени, будем смотреть здесь разные функции, будет показание ампеража, подача воды, подача масла, все это будем рассказывать и показывать, все эти клапана, еще очень интересный вот с вами момент поделюсь, это у нас мультиметр, что мы здесь можем видеть, на мультиметр, как мы знаем, здесь разные функции настроя, здесь мы приводим наш сепаратор функцию clarifier, здесь у нас switch номер два, и мы видим тоже здесь у нас есть такие леды, которые загораются и показывают нам в какой функции находится наш сепаратор сейчас, здесь написано dis, D-I-S, это значит он функции дисчарджа, соответственно будет бонусная информация полностью настроек этого монитора, вот эти вот свитчи все внутри D-I как они функционируют и давайте посмотрим вот до конца какие мы видим здесь информации вот он произвел уже выброс произошел discharge как мы видим у нас нету маленького показания литров и нету давления у нас эта лампочка еще горит происходит эта функция D-I switches здесь тоже очень важно проверить и вы сможете конечно проверить вы сможете открыть эти данные которые будут на pdf файле вы можете сравнить и посмотреть в какой функции работает ваш purifier так что вы приходите скажем на борт проверяете ваш purifier смотрите если правильно он выстроен если правильно он работает делайте ему все замерки смотрите настраивайте выставили смотрим все показания все данные какие нормально функционируют ненормально что там дальше делаем чистки проводим функцию сенсоров если все правильно делаем очистку их и дальше все это эксплуатируем проходим дальше вот так вот выглядит наш регулейтинг вал как здесь тоже написано не надо настраивать но какая причина может быть в его поломке это от температуры очень сильно варьируются температуры в пюрифайруме и одна из очень-очень важных деталей это вот эта вот деталь эта деталь она связана с показанием давления это у нас pressure gauge если мы не видим давление на котором работает наш пюрифайр мы тоже не знаем как он вообще функционирует это очень-очень важная вещь и очень важно все детали содержать в очень хорошем состоянии еще интересно послушать про опыт обслуживания балласт treatment систем но это уже будет другой конечно курс надо будет к этому подготавливаться очень шательно чтобы записать все нюансы с опытом и чтобы не пропустить все остальное давайте продвинемся дальше мы будем говорить о тест-репорт насколько он важен там короче кучу-кучу информации которые я думаю большинство из вас видят впервые это я так думаю что эта информация реально она много лет строилась и искалась и это тоже как сказать это личный опыт именно и как у тебя состоится подход именно к эксплуатированию и дальнейшему эксплуатации оборудования сам весь подход тест-репорт очень важный репорт оттуда все рапорты которые мы собираем от генераторов от менеджин можем с этими рапортами сравнивать мы будем все детально это выяснять что и что значит продвигаемся дальше и вот мы покажем вам тоже детально это несколько фотографий как экипаж старался вытащить болл он просто не вылазил никаким образом вот еще одна фотография вот еще одна фотография здесь уже используют гидравлические силы там куча куча очень много фотографий здесь уже одни из последних здесь уже нагревают и стараются уже гидравлическим усилием мы будем делиться с этим очень интересным можно сказать даже эффектом то есть он два раза только случился в истории Mitsubishi здесь вот очень важно тоже наблюдать за оборудованием инфракрасными лучами если у вас есть такая возможность приобрести такие вот оборудования очень детально можно рассмотреть все компоненты не только сепаратора но и двигатели и моторы и даже если у вас есть платы например тоже можно рассмотреть в каком месте они перегреваются до какие температуры сравнить одну плату с другой платой вместе так вот если у вас два сепаратора работают и посмотреть какая плата уже выйдет из строя или какой там у нас например электромотор нагревается больше чем другой сразу же видно что идет какая-то нагрузка дополнительная и тоже можно конечно замерять сепаратор чтобы проверить в трубке входа и выхода самого топлива какая у нас температура сепарации сейчас интересно давайте пройдем посмотрим катфайнс немножко здесь как они выглядят в количестве 20 50 100 и 200 ppm кажется что мало но это вот конечно очень очень много представьте что 10 10 15 ppm это мы где-то находимся вот здесь вот это состояние где-то вот так у нас очищает наш сепаратор до такой частоты и почему важен этот курс этот курс важен чтобы узнать все нюансы чтобы не привести свой двигатель вот это вот состояние это состояние total complete damage где откат finds потерпел и turbo charger и cylinder liners и все 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 компоненты там просто было большое количество cut finds пожалуйста в конце оцените вебинар насколько вам понравился но еще не конец мы поговорим отвечаем на наши эти все вопросы давайте начнем Весфалью и Лавал говорил уже про Весфалью можно сказать что я вот например работал не очень часто с Весфалья да но проблемы которые я встретил да я вот немножко остался с одним вторым механиком вместе и он говорил что у нас алард он выходил я точно не помню какой алард наверное скорее всего давление что-то да с давлением масла он говорил а ликотч выходил он говорил что у нас с этими соленоидными проблемы бодины ну один раз сказал два раза сказал ну подошло время у меня появилось время он там 15 дней что-то там с нами поехал загрузил загрузили мы на танкера да и потом обратно возвращались чтобы их оставить я думаю давайте с ребятами пойдем посмотрим там взял там практиканта или ойлера пошли вместе и нашли что соленоиды были в нормальном состоянии мы все это проверили все это лавали да они проще дима да они очень проще и если все сделано правильно конечно у них мало выходят всяких разных алармов и сделали проверку открыли чтобы посмотреть самое главное у него были там ремни проверили состояние ремнев было ужасно он просто скользил и не набирал правильно обороты это одна из функций которая была но сколько вот я был на борту где-то 5 с половиной месяцев у нас других проблемах не было может быть тоже проблемы с какими-то датчиками когда они засоряются там и не считают правильное давление тоже выходят какие-то алармы может тоже лавали да они более стабильные но во-первых же всегда надо смотреть чтобы все все вот эти компоненты были максимально в хорошем состоянии митцыки бывает такое да что они эти плохие но если все правильно сделаешь они тоже тебя не будут мучить все именно зависит правильный подход к определенному оборудованию бывает тоже алфа лавал если там что-то неправильно сделаешь она точно приведет поломки там тоже надо определенные вещи делать и каждое оборудование нужен определенный подход и знания их вот этих вот скажем их склонность можно сказать какая у них склонность есть но это да уже серьезно на митцике заклинило барабан вырвало электромотор да это ужасный конечно случай но таких больших проблем конечно не приводило у меня таких серьезных чересчур проблем не было потому что мы старались как максимально и хорошо что большинство фирм конечно снабжали детали но бывало такое тоже встречали что просили детали и нам их не предоставляли потому что говорили что у вас там много деталей а оказывается что киты они были разобраны оттуда очень много вещей было отобрано и получалось что мы не смогли полностью его починить это правда это конечно очень-очень ужасно когда у тебя нету запчастей это самое худшее что может случиться просто эти люди которые должны быть на этих позициях которые заказывают скажем там суперетенданты или кто-то еще другие они должны понимать реальную опасность остаться без сепаратора альфа-ловал номер один это правда я тоже так думаю но я никогда не задумался вот сейчас в этом время что если я пойду на какое-то судно что я не смогу сделать там purifier или он у меня не будет работать или еще такое я не задумался раньше может быть я когда был как третий механик и у меня не было опыта например я сидел и думал а что может там произойти что может там это как сказать случится а если то а если это сейчас я знаю что если сепаратор выйдет из строя мы скорее всего в лучшем случае его остановим чтобы не было больших последствий других и проблем и проблему это точно в каком-то времени мы найдем его нет такой не знаю даже не думаю о таком вопрос по мейтеносу резинки нужно менять все ли частично доступ нет всех допустим нет всех сетов ну-ка или разблокированные или неоригинальные это какие резинки а резинки нужно все ли менять про резинки которые внутри лучше всего если вы делаете такое подошло время лучше менять их полностью но если вы видите какие-то резинки они скажем они например сейчас немножко подвигаю чтобы не выключился опять если вы видите что они еще в хорошем состоянии можете их оставить сделать почистить их немножко протереть сделать им маркировку номера который вы вытащили это конечно займет вам намного времени и сделать один сет отдельный который будет складывать вот эти все старые вещи отдельно такой маленький небольшой на случай просто emergency просто если вам не пришлют какие-то кольца или что-то вы сможете оттуда их использовать но лучше всего если у вас есть конечно меняйте все это очень все дешево стоит и это все всего лишь резинки если была норм резина то два ментинеса проживет это так из опыта тоже что там напряги были я работал а ротари как интересно а ротокап интересно какие котлы с двумя форсунками у вас там на танкерах ни разу не работал хоть послушал котлы котлы я работал с Mitsubishi и Alborg тоже много чего можно поделиться Mitsubishi конечно это превосходит все все котлы жму на экране могу выбрать оценку вебинара а здесь не на экране выбираешь напишите просто вы в чате скорее всего это не нет здесь функциональности на оригинал резинок дорогой ну да они дорогие если вы конечно находитесь в компании которая жмется на это все будут конечно такие темы два сета всегда держу снял и забыл поставил все новое ругался с дедом что до супа дошли мануал есть мануал и с ним не споришь ну да это правда все сеты надо иметь скажем там сделал экономию на этих два сета привело к какой-то там катастрофе или еще что-нибудь или судно остановилось это намного дороже будет стоить и море конечно оно опасное ладно если погода там нормальная не качает ничего а если волны там а если там это ужасная погода если там видимость плохая и выходит из строя сепаратора у тебя остается 24 часа топлива и вещи надо гнать и как мы знаем погоде топлива из расход проходит еще быстрее и ты можешь стоять вообще на одном месте это конечно лучше не рисковать найти два сета или три сета но представьте о чем мы можем говорить из-за два сета становится судно там целое судно которое имеет товар в миллиард там да и еще сто миллионов стоит само судно это конечно конечно это не обсуждается да Сергей я нахожусь в Греции я живу уже где-то 25 лет спасибо вам большое и ждем конечно вас и на втором бесплатном вебинаре по AWS ждем вас конечно на главном курсе там все это детально будем рассказывать также завтра да Дмитрий пишет ждем вас всех спасибо огромное всем что сегодня участвовали завтра будем говорить о holy water separator тоже очень важная вещь и спасибо вам огромное всего хорошего Дмитрий передаю тебе слово спасибо